Девушки отдыхают Что-то нет-нет, да и появлялось, но значение подобных попыток было сравнимо со следом капли дождя на спокойной глади воды. А вот Human Revolution оказался здоровенной глыбой, поднявшей волну, которая до сих пор еще только набирает ход и не собирается останавливаться. Capcom, сидевшие до поры до времени на берегу, заприметили эту неспокойную воду и захотели тоже бросить камень. Ну вы знаете, это же заразно. Начали шарить в поисках подходящего булыжника и наткнулись на французскую компанию Don't Not и ее проект Remember Me, с которым мы сейчас и познакомимся поближе. Париж, 2084 год. Все как обычно, корпорация и контроль общества. В данном случае эти беды замешаны на создании и активном продвижении в массы импланта, позволяющего постить в Контактике не только фотки и музыку, но и собственные воспоминания. Нилин – девушка, изначально работающая на сильных мира сего, в роли которых здесь выступает компания Memorize, замутившая всю пляску с чипами. Она выполняла заказы и приворовывала важные воспоминания, в общем, крутилась как могла. Но потом сама же стала жертвой вероломной мозговой стерилизации, что и заставило ее переметнуться в ряды повстанцев, прозванных «эрористами» от слов «эрор», «ошибка» и «террорист». Бравые киберпартизаны вовсю стараются насолить взорвавшейся корпорации и хоть как-то изменить ситуацию. Нилин, по большому счету, на гражданское общество плевать с высокого небоскреба. У нее свои задачи – разобраться, кто ее опрокинул и что в ее мозгу теперь настоящее, а что ложное. У Remember Me целый ряд козырей, которые она беззастенчиво выбрасывает на стол. Во-первых, акробатика, или то самое вечно модное слово «паркур». Нилин, как мать его Эцио, ловко цепляется за уступы, карабкается по трубам и перепрыгивает со стенки на стенку. К сожалению, эта карта бьется тем фактом, что мир здесь не открыт, как могло бы показаться на первый взгляд. Так что свои акробатические таланты придется проявлять только там, где это предусмотрели создатели для прохождения уровня. Причем порой верный путь заботливо подсвечен, что травмирует сущность всех хардкорных игроков. Вторым козырем выступает весьма глубокая боевая система. Скелет ее позаимствован у Бэтмена, такие же потоковые движения и враги, тщательно переминающиеся с ноги на ногу перед нападением. Но здесь эта система круто прокачена. В специальном меню, называемом Комбо Лаб, есть возможность изобретать уникальные боевые комбинации. У Нилин есть определенный набор движений, которые нужно будет раскрывать, то бишь вспоминать, по ходу игры. Все они разделены на четыре группы. Регенерирующие, атакующие, восстанавливающие и связывающие. Используя первый тип ударов, вы будете наносить мало урона противникам, но зато будет восстанавливаться ваше здоровье. Второй тип направлен на уничтожение врагов. Задействуя его, вы сможете в конце комбо эффектно повергнуть оппонента, перегрузив бедняге память. Третью подборку действий нужно использовать, чтобы быстрее восстановить спецспособности Нилин. Такие, как логическая бомба или перепрошивка врагов с целью переманить их временно на свою сторону. В общем, весьма полезные дополнительные умения. Ну а движения четвертой группы призваны усилить эффект уже перечисленных элементов. Вот как-то так. Вылепливаем четыре активных комбо по своему вкусу и выстраиваем уникальную тактику ведения боя. Звучит и выглядит весьма заманчиво. Смущает во всем этом меня только одно. Абсолютно все движения, судя по демонстрации, исполняются с помощью двух клавиш. И это при таком богатом ассортименте. То есть не исключено, что во время схватки со стороны вы будете опять напоминать телеграфиста. Тире, точка, точка, тире, 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 точка, точка. Ну и, пожалуй, главная карта в колоде Remember Me – манипуляции с человеческой памятью. Нилин может проникнуть в воспоминания субъекта и либо просто выведать нужную информацию, либо внести какие-то изменения. К примеру, вам нужно убить человека. Марать руки совсем не обязательно. Достаточно заставить его думать, что вчера он сгоряча пристрелил любимую жену. Чувство вины будет настолько сильным, что все тут же закончится суицидом. Миссия выполнена. И это всего один случай. Эмоций у нас много, надавить есть на что. Но. Но. К сожалению, вдоволь разгуляться нам здесь тоже вряд ли позволят. Наверняка все операции с человеческой памятью будут представлять из себя набор вариантов, один из которых, ну, может быть, иногда два, окажется верным. То есть не стоит рассчитывать на высокоаналитические заигрывания с человеческим разумом с великим множеством конечных результатов. Это все же киберпанк-боевик, ориентированный на повествование и действия. Думаю, теперь вы имеете достаточно полное представление о том, что же нас ждет в мае 2013-го. Коктейль из Assassin's Creed, DLC, Бэтмена, Mirror's Edge и вспомнить все. В тени на данный момент остаются лишь перестрелки, если они вообще планируются. Но и без них игра уже точно сможет предложить нам много всего оригинального, интересного и приятного. Не могу напоследок не выделить саму главную героиню. Нилин прям секси. Я ее заочно записал в фаворитке грядущего года. Вот только это яичница на затылке. Хотя, если у девушки есть яичница на затылке, то можно одновременно делать два дела? Да. Субтитры сделал DimaTorzok